Привет, друзья! Николай Рецепт и Гостяк Вани. Рад, что вы сегодня у меня в гостях, а я очень хочу поделиться с вами потрясающей идеей на ужин. Максимально быстро и вкусно. 30 минут и ужин будет готов. Для красивой презентации, по возможности, возьмите два цвета перца. Я взял красный и желтый. Для этого блюда минимальные нарезки. Перец нарезаю полосками. Одна некрупная луковица. Единственный совет сейчас. Отправьте лук и перец в отдельные миски. Для пеканности не помешает немного чеснока. Я большой любитель. Возьму 3 зубчика. Все подготовки занимают не более 5 минут. 3 столовые ложки соевого соуса. 50 миллилитров достаточно. 2 столовые ложки обычной воды. 30 миллилитров. Можно использовать кукурузный крахмал, либо картофельный. 1 столовая ложка без горки. Немного сахара, буквально пол чайной ложки, чтобы сбалансировать вкус. Если имеется, можно добавить также имбирь. Вот таким простым способом я его очищаю. Лучше всего натереть на некрупной терке. Примерно 1 третья чайной ложки. Сейчас рекомендую очень тщательно перемешать и обязательно проверить на вкус. Немного. Узнать, соус сильно соленый? Он должен быть в меру соленый. Если вам покажется, что соленый, очень. Добавьте немного воды. Еще можете пол столовой ложки, либо столовой. Для сегодняшнего рецепта я взял говядину. А можно взять также и куриную грудку. Я убираю лишний жир, потому что блюдо готовится очень быстро. Жир я пускаю потом на бульон. А вам понадобится сейчас чистая мякоть, которую нужно нарезать поперек волокон. Вот я вижу, волокна идут таким образом, значит я нарезаю на полоски поперек волокон потоньше. По весу я взял 350 граммов. Если будете заменять куриной грудкой, возьмите 2 штуки. Сегодня хочу приготовить с лапшой. Сразу же отправляю ее в подсоленную воду. Все будет готово практически одновременно. А мясо отправляю на хорошо разогретую стальную сковороду. Я обжарю на подсолнечном масле. Главное масло очень хорошо накалить. И мясо выкладываю одним слоем от себя. Сильно долго обжаривать не нужно, чтобы мясо не стало жесткое. По 1,5-2 минуты с каждой стороны достаточно. Главная температура на сковороде должна быть довольно высокая. И на этой же сковороде сразу же начинаю обжаривать вторую партию. Лучше сделать за несколько раз, чтобы мясо получилось действительно красивое. Вы удивитесь, насколько это просто готовится и как вкусно получается. Как только мясо потемнело, оно еще немного розовое внутри. Достаточно. Снимаем со сковороды. А на эту же сковороду, если нужно, добавьте немного масла. Отправляем все овощи. Первым лук, а через 30 секунд уже и перцы. А для того, чтобы есть вкус, сейчас перешел на перец с луком со сковороды, есть очень вкусные прижарочки, я добавляю немного воды. У меня варится же паста, я добавлю с нее. Можно добавить просто самой обычной воды. Вот пол столовой ложки достаточно. Получие получаются жареные, аппетитные. Пошел чеснок. Можно добавить немного острого перца. Я добавлю свежемолотого черного для пикантности. Для этого рецепта, чтобы очутить весь вкус, не нужно пережаривать овощи. Когда они уже немного стали мягкие, но осталась текстура, я добавляю мясо, возвращаю его на сковороду вместе с соком, если есть какой-то в миске. Все вместе прогреваю. И вот сейчас эту температуру можно немного уменьшить. У меня стояло максимальное, я делаю сейчас на среднюю. Если бы я только мог передать этот аромат, друзья, очень рекомендую приготовить блюдо по этому рецепту. Еще раз перемешиваю соус, чтобы все соединилось. Уменьшаю температуру уже на минимум. У меня электроплита, я даже немного отставлю сковороду в сторону, чтобы она отстыла. И аккуратненько добавляю соус по краям сковороды. А затем уже возвращаю на нагрев буквально на 30 секунд, чтобы прогреть соус. Потому что сковорода уже сильно нагрета, сейчас ничего не должно подгорать, потому что соус собрал весь вкус на мясо и овощи. Вот как это сейчас аппетитно выглядит на сковороде. Раскладываем все по тарелкам. Я сегодня приготовил примерно 3 порции. Конечно, можно сделать и 4 из этого объема. И жареное мясо с овощами на сковороде. Так как я уже готовил это блюдо очень много раз, и знаю, насколько соленый у меня соевый соус, я использую это количество. Если будете готовить первый раз, можете использовать чуть меньше, а потом уже скорректировать под ваш соевый соус. Даже не знаю, друзья, дегустировать сразу с трех порций или до одной, это будет достаточно. Приготовил сразу ужин на всю семью. Очень вкусно. Довольны результатом, и вы также останетесь довольны. Великолепное мясо. А главное, этот соус соединяет все продукты хорошо. Все соединяется в единую палитру вкуса. Великолепно. А если любите поострее, добавьте немного острого соуса, и можно еще кунжитового масла. Но это, конечно, зависит от вкусовых предпочтений, друзья. Подписывайтесь на канал на Рецепты Костя Хвани, пишите побольше комментариев. Я все с удовольствием читаю. Оставайтесь со мной, до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok